На телеканале ОТС информационный выпуск Татарского района день за днём. О главных итогах уходящей недели расскажу я, Виктория Галёва, и корреспонденты нашей программы. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Итоги подведены. В районе завершился месячник военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи. Мы в остальных двух видах стрельбе, с пневматической винтовки и силовой гимнастике показали достойный результат. Лучшие на лыжах и в стрельбе. Сборная района выиграла областные соревнования по зимнему палеотлону. Когда он председателем горосполкома был, у него мечта. Он добивался всего. Построить в татарский дом. Человек-легенда. 25 февраля, 95 лет, со дня рождения Николая Яковлевича Савченко. Это и многое другое далее в нашей программе. 21 февраля подвели итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи. В этом году он посвящён двум знаменательным датам. 75-летию победы Великой Отечественной войне и 95-летию Татарского района. Награждение и подведение итогов состоялось в Киевском Доме культуры. Традиционно месячник проводится в каждом образовательном учреждении с 23 января. В его рамках прошло большое количество мероприятий военно-патриотической направленности. Это смотры конкурса, спортивные соревнования, экскурсии в музеях, встречи с ветеранами и многое другое. Напомним, что 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. В преддверии празднования юбилея Великой Победы 23 февраля стартовал областной проект «75 дней до Победы». В его рамках предусмотрена реализация трёх адресных акций во всех муниципальных образованиях области. Завершением проекта станут праздничные мероприятия 8 и 9 мая. Есть хорошие примеры мужества, героизма наших граждан, земляков наших во всех войнах, которые были на территории нашего государства. Где наше государство участвовало вроде как и не на нашей территории, но это тоже защита. Сегодня наши воины участвуют и где-то в Сирии, охраняют конституционный порядок и на Кавказе, принимают участие во всех учениях, которые подтверждают мощь нашей армии, нашего государства. По итогам проведения месячника Юрий Вязов наградил почётные грамоты главы Татарского района и ценным подарком лицей за третье место. Новотроицкая школа стала второй. Победителем месячника была признана средняя общеобразовательная школа номер 9. За активное и успешное участие в мероприятиях были отмечены Первомайская школа имени Александра Ерёмина, школа номер 3 и 4, а также Первомихайловское учебное заведение. 7 мая в городе Москва будет открыт главный храм Министерства обороны Российской Федерации. Также в этом храме предусмотрено открытие Аллеи Славы. Вот для этой Аллеи Славы мы в течение полутора лет собирали списки наших земляков, участников Великой Отечественной войны. Те, кто живы, вернулись с фронта, те, кто погиб, также мы направляли туда фотографии. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом активное участие. За отличную подготовку и несение вахты памяти на посту номер 1 у Вечного огня благодарность объявили учащимся школа номер 10. Также в этот день в Доме культуры Родина труженикам тыла вручили юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Из другого района Юрия Вязова, Вячеслав Кайгородов и Андрей Чуприков получили ордена воину-интернационалисту второй степени. Юбилейной медалью 60 лет ракетным войскам стратегического назначения был награжден Андрей Трубицин. А Дмитрию Гитленину вручили награду за воинскую доблесть второй степени. Также 23 февраля на мемориальном комплексе прошла торжественная встреча, посвященная Дню защитников Отечества. Администрация города Татарска предлагает жителям выбрать очередной объект для благоустройства. На городском сайте 13 февраля было открыто голосование. Работы планируется провести в течение текущего и следующего года. Горожанам предложено на выбор несколько объектов, но можно написать и свой вариант. На сегодняшний день большинство проголосовало за строительство городского парка культуры по улице Ленина 45. Более 60% отдают предпочтение именно этому объекту. Благоустройство микрорайона жилой застройки поселка Колундинский по переулку Мамонтово и улице Куйбышево получило 13% голосов. За строительство парка возле городского дома культуры проголосовало 25%. Впрочем, результаты постоянно меняются и уже завтра все может оказаться совсем по-другому. У каждого жителя есть возможность повлиять на исход голосования. Для этого нужно просто посетить сайт администрации города Татарска. 16 районных команд боролись за победу в финальных соревнованиях по шорт-треку в зачет 9-й зимней спартакиады муниципальных образований области. В их состав вошла и сборная Татарского района. На открытии шорт-трека с приветственным словом к участникам соревнований обратился первый заместитель главы администрации района Вадим Носков. Он пожелал спортсменам проявить в выступлениях свое мастерство и показать все лучшие качества. В первый день шорт-трека более 50 человек вышли на лед. Во второй день прошли финальные забинги и определили победителей соревнований. Уже несколько лет подряд под руководством тренера Олега Мельникова сборная нашего района является чемпионом области по этому виду спорта. И в текущем году команда показала отличные результаты, завоевав первое место. В личном зачете победителями стали Иван Гудков и Галина Драчева. Сборная Татарского района готовится к всероссийским соревнованиям по зимнему палеотлону. Выход в турнир федерального уровня татарские спортсмены обеспечили себе победой на областных соревнованиях. Из 14 сборных команда нашего района оказалась лучшей. Спортивные соревнования по палеотлону в зачет зимней спартакиада муниципальных образований Новосибирской области состоялись в Маслянино. Уже несколько лет подряд под руководством тренера Логвина Ильи Станиславовича сборная Татарского района становится неизменным чемпионом области по палеотлону. Борьба была с Маслянинским районом. Мы поборолись. Достойно лыжной гонкой сильно не проиграли, так как там лыжники-гонщики посильнее, конечно, бежали. Состав был. Но мы в остальных двух видах стрельбе с пневматической винтовки и силовой гимнастике показали достойный результат. Как всегда, по двум видам мы ушли слишком далеко своих соперников и тем самым обеспечили себе победу после третьего вида лыжных гонок. Не стоит путать палеотлон с биатлоном, ведь отличия есть. Палеотлон включает три вида спорта. Два олимпийских и один прикладной. А именно стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика и лыжная гонка. Спортсмены сборной показали отличный результат. Алена Алексеева завоевала золотую медаль. Сергей Дегтярев стал серебряным призером среди мужчин. Наталья Лиховец показала отличные результаты в силовой гимнастике, выполнив 89 отжиманий. Кирилл Севустиенок на протяжении всех соревнований шел на третьем месте. Но, проходя дистанцию на лыжной трассе, у Кирилла случилось непредвиденное обстоятельство. Сломал палку на первом кругу. Ничего, вроде потом наверстал. Больше такого ничего не было. Я поменял палку. У тренера оказалось третье чутье, что он взял палки запасные. Ничего, вроде так нормально. Заменил палки, наверстал. Все, что упустил. Лыжный спорт в нашем районе с каждым годом становится все популярнее среди школьников и студентов. Может пока не так сильно, как, к примеру, хоккей, но прогресс налицо. Илья Логвин признается, что наши равнины не очень предназначены для полноценных тренировок. Поэтому сейчас решается вопрос о конструировании искусственных возвышений на лыжной трассе. Но не только ландшафтные проблемы создают трудности нашим спортсменам. Ну, хотелось бы, чтобы у нас в городе был тир хороший, чтобы ребята могли заниматься. Вот, чтобы был инвентарь соответствующий, чтобы не одна винтовка была, хотя бы несколько, чтобы можно было тренировочный процесс построить уже более качественнее, побольше людей. Привлекалось к этим занятиям. Вот, хотелось бы детей, чтобы Одесская спортивная школа тоже бы стальбаба была бы. Потому что такой вид очень интересный, особенно для таких спокойных, равновешенных людей. Как гласит древняя, но не устаревающая истина, кто хочет ищет возможности, кто не хочет ищет причины. Илья Логвин и его подопечный готовы справляться со всеми трудностями. Ведь без них не бывает побед. Лучших спортсменов района наградили в ходе ежегодной премии «Спортивная доблесть». Это праздник всех тех, кто любит спорт и пропагандирует здоровый образ жизни. Здравствуйте, ребята! Молодцы, молодцы. Вот так же и в спорте, и так же во всех тех добрых делах, в которых вы уже, несмотря на разный возраст, достигаете каких-то результатов, результатов хороших. И в спорте, и в других каких-то познавательных дисциплинах, и в культуре, и во всех делах. Это, скажем, такое золотое наше будущее, которое сегодня мы будем честны. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов объявил благодарность победителям и призерам секций баскетбол, адаптивная физкультура, шорт-трек, бокс, самбо, мини-футбол, теннис, легкая атлетика, хоккей, лыжи и их родителям за победу в областных и всероссийских соревнованиях. А также тренерам, подготовившим своих обучающихся. 25 февраля создателю одного из лучших музеев Новосибирской области Николаю Яковлевичу Савченко могло бы исполниться 95 лет. Почетный гражданин города Татарска и Татарского района, почетный ветеран воздушно-десантных войск, орденоносец, все это Николай Савченко. Рожденный в Павлодарской области Николай Савченко был призван на фронт в январе 1943 года, а в 1944 на Карельском фронте принял боевое крещение. После демобилизации приехал трудиться в Татарск. Сначала учитель физкультуры, позже партийная работа, а с 1967 Николай Яковлевич возглавляет исполком городского совета депутатов трудящихся. При его личном участии построены многие фабрики и заводы, объекты социально-культурного значения, жилые дома, благоустроенные микрорайоны и улицы. Ему от власти ничего не надо было для себя. Понимаете? Для себя ничего. Только чтобы было все хорошо, чтобы дело спорилось, чтобы сделать что-то. Вот и все. Понимаете? Потому что ему ничего для себя не нужно было. Я вам так скажу. И это очень, это счастье. Это человек-легенда. Абсолютно. Ну как сказать? Такие люди должны быть. Должны бы быть. Это настоящий коммунист, как оно должно, как замышлялось когда-то. В 1985 году состоялось открытие татарского историка Краеведческого музея, который сегодня носит имя Николая Савченко. Сам Николай Яковлевич возглавлял хранилище истории 16 лет. Одно такое слово приходит на ум. Батя. Очень часто в коллективе, как мне говорили работники, они между собой, говоря о нем, обращались к нему именно так, батя. То есть что, по моему разумению, вбирает в себя, впитывает в себя это слово батя, это вот такое отеческое отношение к тем людям, которые рядом. И вот мне кажется, таким батей, таким батькой он был для жителей города Татарска, когда работал на должности председателя горосполкома. Вот. Таким батей он оставался, когда руководил музеем, который он сам создал. Да и я вот знаком и с дочерью, и с сыном, и я считаю, что это вот действительно настоящий был батька, в хорошем смысле это слово, отец. Сын Николая Яковлевича Сергей Николаевич сегодня проживает в Татарске. Много лет он служил в КГБ в Иркутской области, а в 1998 вместе с супругой вернулся в родной город, чтобы быть ближе к уже немолодому отцу. Когда он председателем горосполкома был, у него мечта, он добивался всего, построить в Татарске дом на 100 квартир, чтобы туда поселить целую деревню. Он же добился у нас вот напротив Швейки, где-то 100-квартирный дом построили. А когда начал заниматься музеем, он добивался, мне он нравился, вот он цель поставил. Он пока в генштаб звонил насчет Катюш, и этот, там, замначальника генштаба, мол, почему вы мне звоните, мол, с какой-то там деревни, он, а почему я, это самое, не могу вам позвонить, я фронтовик, я то-то-то-то-то-то-то, добивался. Именно таким Николай Савченко и остался в воспоминаниях тех, кто его знал. Решительный, целеустремленный и всегда твердо стоящий на своем. В марте смотрите в нашем эфире первый фильм из документального цикла «В объективе эпохи». Фильм об удивительном человеке Николая Яковлевича Савченко. Так прожил эти дни Татарский район. Мы с вами встретимся в следующую пятницу в 18.00. Повтор программы в субботу в 10.30. Не забывайте, что все наши сюжеты и программы вы найдете на наших страницах ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Далее в нашем эфире премьера. Вторая серия фильма «Ламповый миллениум». Ну а я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных! Субтитры сделал DimaTorzok